Хочу поделиться своим опытом, как усваивать новые слова иностранного языка, английского языка в речи. Первое, что я вам хочу сказать, вот этот вот, знаете, школьный, дебилистический, простите, подход. Когда мы берем список слов на русском, список, соответственно, вернее, список слов на английском, значения на русском и пытаемся их заучить наизусть, могу вам сказать, что это, ну, как бы это сказать помягче, то есть это просто, ну, это просто пустая трата времени. Да, конечно, вам нужно запомнить какое-то значение слов для того, чтобы по-настоящему их изучить, но это не изучение, это мартышкин труд на самом деле. И это причина, мы с вами в школе занимались, я занимался в школе 6 лет, потом в ВУЗе 4 года, вот этим мартышкиным трудом, и поэтому в результате у меня все эти слова, они, понимаете, когда речь заходит, когда дело доходит до того, чтобы общаться вживую, все эти слова, они куда-то исчезают. Почему так происходит? Ну, потому что, во-первых, здесь есть несколько проблем. То есть этот подход, он может быть работает на самом-самом низком уровне английского языка, с самыми простейшими бытовыми понятиями, может быть, это более-менее окей, и то эти слова не запоминаются. Во-первых, слова запоминаются только тогда, когда мы начинаем их использовать в конструкциях. То есть если, например, там я изучаю, не знаю, table, стол, и очень легко это слово усваивается и становится твоим, если ты действительно начинаешь его использовать. То есть тогда, когда вы берете слово table, a table, the table, и вы начинаете его использовать в речи, строить предложения, фразы, конструкции. И при этом очень важный момент. Когда я это делаю, потому что сейчас я с вами делюсь своим опытом, когда я это делаю, это всегда для меня смысловые вещи. То есть если вы хотите быстро ухватывать, запоминать слова, то это не нужно повторять. То есть издавать звуки – это важно, это важно говорить обязательно, это нужно произносить, но при этом мы должны в разуме представлять это. То есть мы должны наполнять это предложение смыслом. Это не просто последовательность звуков, в этом должен быть смысл. Тогда это слово очень быстро усваивается. Когда я говорю, look at the table, я представляю себе, как я смотрю на какой-то стол. Или, you know, put something on the table, я вижу этот стол. Понимаете, очень важно связывать, потому что слова и предложения – это только ярлычки для наших идей, для наших концептов, и нужно связать. И слово запоминается, как мы говорим, запоминается. На самом деле оно не запоминается, оно усваивается, оно становится частью нашей конструкции, нашей речи, только тогда, когда мы включаем это в наш мыслительный процесс. То есть это первый момент. Это просто я хотел сказать, что недостаточно просто зазубривать. Table, стол, chair, stool, все эти вещи. То есть нужно обязательно составлять предложения, смысловые предложения, представляя, и тогда вы моментально схватываете это слово. Это первый момент. Второй момент, знаете, в английском языке есть подвох, потому что на самом деле эти слова неэквивалентны. Слово chair неэквивалентно слову стул. Если вы покопаете глубоко, вы обнаружите, что то, что называется chair в английском, мы часто называем кресло на русском. То есть эти слова не одинаковые. Я вам привел очень простой пример. На самом деле есть, я сейчас просто не хочу вас грузить, но есть много слов, которые не имеют, например, прямого значения, или которые совершенно, ну то есть нельзя одним или нескольких словами выразить на русском языке. Такие слова, что я делаю? Я просто беру это слово, я всегда, я, кстати, и вам советую, никогда не верьте коротким словарям. Я никогда не пользуюсь короткими словарями, где будет написано responsibility, ответственность. Абсолютно, безумно, бесполезная словарь. Если там написано responsibility, ответственность. Почему? Потому что в английском языке слово responsibility имеет немножко другой оттенок, чем в русском слово ответственность. И если мы хотим использовать язык для того, чтобы выражать свои мысли, идеи, концепты, нам нужно понимать значение слов. Это очень важно. Поэтому, когда я проясняю слова, это мой успешный опыт, когда я изучаю слова английского языка и ввожу их в свою речь, я всегда беру нормальный словарь. Слава богу, у нас есть Wikipedia, у нас есть Google, у нас есть всякие электронные словари. Сейчас не нужно тратить часы, ползая по большим этим томам британской энциклопедии. Все есть в интернете. Я нахожу дефиницию, я очень тщательно проясняю значение этого слова, чтобы понять, прямо представить это. И потом я начинаю то же самое составлять предложение. То есть это мой успешный успех, это мое успешное действие. То есть глубоко, я вам очень советую, вы сэкономите кучу времени, потому что можно поработать со словом, и оно навсегда входит в ваш лексикон. Можно возвращаться к слову сотни раз, и оно опять куда-то ускользает, выскакивает, ты забываешь. И даже если ты не забываешь значение, то ты не используешь это в своей речи, и твоя речь становится как речь Эллочки-людоедки, помните? Там из 12, по-моему, у нее вся речь состояла из 12 слов. Хо-хо, парниша, хамите, что-то в этом роде. Так вот, если вы не хотите быть Эллочкой-людоедкой, то первое, обязательно разберитесь в настоящем значении слова, которое вы хотите запомнить. Потратьте некоторое время на это. Первое. Ну и второе, самое главное, составляйте смысловые предложения и старайтесь прямо представить себе, как это происходит, почувствовать, понимаете, какую-то эмоцию, как это происходит, и тогда мгновенно слова схватываются, они навсегда становятся вашими. И вы можете их использовать в речи так же свободно, как вы используете в речи слова русского языка или родного языка. В общем, это мой совет по словам.